Ассаламу алейкум ва рахматулла ва баракату. Приветствуем всех наших подписчиков, всех любителей овец гесарской породы. И вот на данном видео мы можем наблюдать чистокровных гесарских баранов из атары Годжи Мирзу Карима Мирзу Рахивова. Да простит Аллах ему все грехи и примет в рай. Вот это атара, то есть это здесь кучкары, то есть бараны, производители разных возрастов из вот этих трех атар сыновей Годжи Мирзу Карима Мирзу Рахивова. Даже четырех атар получается, это Абдурахмона, это Годжи Наима, Годжи Исмуила и Хозий. Они вместе кучкаров содержат на пастбище. Это высокогорное пастбище в верховьях реки Арху. Это Рамицкое ущелье, высота примерно где-то 3200-3500. Еще дальше там, ну а пики это уже 4000 метров над уровнем моря. Разряженный воздух, вот подножный корм. И посмотрите, какие они стали, это уже съемки конца мая. И вот мы видим, как замечательно они выглядят после того, как вернулись на летние пастбище. Вдали вот мы видим там палатка, где ночуют чабаны. То есть вот атару кучкаров содержат отдельно, потому что уже они становятся активными. И если их сейчас подпустить к овцам, то получится, что ягнята родятся до необходимого времени. А этого допускать нельзя. Но здесь зато мы имеем возможность увидеть кучкаров, вот этих баранов-производителей. Здесь есть и шишаки, то есть бараны до года, до полутора лет. Мы здесь видим и уже чори, это уже бараны после старших двух лет. И видим еще более старших баранов, панджи, щащи. Здесь они, как говорится, представлены во всех своих ипостасях. Конечно же, намного отличаются они от того, что было на зимних пастбищах, когда к концу зимы. И здесь, опять-таки, нужно сказать, что вот этот вес они набирают постепенно на подножном корме. Сюда слишком трудная дорога. Многие, кто приезжал к Ходжимирзу Кариму и Зарахиму в свое время, сюда добраться даже не смогли, потому что идти очень тяжело, дорога трудная. Они приводили мы на эти пастбища от немногих отважившихся. Но сам я сюда поднимался тоже, но, опять-таки, верхом либо на ослике, либо на лошади. Потому что, ну, тяжело очень идти. И, как говорится, это сплошное издевательство над организмом получается. А вот наши Дагмарда, они в неделю раз спускаются, поднимаются. И еще же нужно учитывать то, что они все время идут вверх-вниз. То есть к траве поднимаются, а потом спускаются к водопою. И вот эти же, как говорится, тяжелые такие пути проделывают и вот эти вот овцы. Опять-таки, они отличаются от овец сарайного содержания, из которых забирают только по мед, и которым лопатой заносят зерно, комбикорм, гормоны роста им колят. А это все вот чистый продукт, экологически чистое мясо. Разительно отличается оно по вкусу, разительно отличается оно по питательности. Здесь курдюк можно есть, как говорится, сырым. Я, честно говоря, не отважился бы есть мясо, выращенных в домашнем содержании овец, неизвестного происхождения, так скажем. А здесь чистая природная трава, высокогорья, разнотравья. Мясо, как говорится, пропитано ароматом вот этих вот прекрасных мест. Вот мы видим пики, вот мы видим, как идут эти бараны. Вот происходит подсчет, потому что самое главное для фермера, для Дагмарда, для Чапана, это сохранить поголовье, потому что каждое утро проводится подсчет. Из-за чего? Потому что есть хищники, которые активно охотятся здесь. Это и медведь, и рысь. Здесь есть и снежный барс. И вот им противостоят собаки, которых... Вот Чапаны здесь не показали, прислали эти видео, они не показывают собаку. Потому что приоритетом для них являются именно вот эти вот замечательные овцы. А собаки, ишаки и так далее, это все второстепенные, сопутствующие, необходимые, важные очень инструменты. Но основное это все вот направлено на вот этих вот овец, потому что овцы являются источником дохода. И вот ради именно этих овец они забираются вот сюда, под самые, как говорится, шапки гор, для того, чтобы выпасать их, для того, чтобы овцы набирали, как говорится, вес, для того, чтобы потом спустить их вниз, и там их продать, там их зарезать, сделать мясо, как говорится, и получить соответствующую прибыль. А для того, чтобы получать прибыль, и для того, чтобы овцы набирали правильный вес, нужно содержать породу в чистоте. И тогда вот эта вот гессарская порода, которая прославливалась на весь мир тем, что быстро очень набирает вес ягненок, ягненок уже к шести месяцам становится размером со свою мать. И это значительный прирост. Фактически, если считать, то получается, что от рождения до набора, там, скажем, килограмм сорок выхода мяса проходит всего шесть месяцев, и на это не происходит никаких затрат. В смысле, вот если не считать затраты на аренду пастбищ, на оплату чабанам и так далее. Все остальное, это, конечно же, вот подножный корм, чем и прославилась эта порода. Прославилась она тем же, так же, что своим качеством своего мяса, температурой плавки, жира и многими другими качествами. Вот большая молочность у этих овец замечательна. За счет этого и происходит вот набор веса. И вот этим занимаются вот эти вот красавчики нашей Дагмарда, которые, не жалея своего здоровья, тратят все свое свободное время на вот воспитание, на выпас этих овец вот в таких вот замечательных, поразительных по красоте местах. Но, чтобы подняться сюда, конечно же, нужно затратить огромное количество энергии, поэтому они все поджарые, среди них не увидишь никаких увольней. Все они замечательные спортсмены на самом деле. И в этом мы не раз убеждались, показывая их проходы, перегоны по снегу и в горах высоко. Ну вот продолжаем опять показывать замечательных овец. Это вот отбили овец баранчиков, которых на продажу везут. Вот их будут спускать вниз уже постепенно. Также отбили уже овец для того, чтобы отвезти в селение Сурдион, где они будут принесены в жертву во время праздника Иди-Хурбон. А этих на продажу готовят. Вот таких вот замечательных. Их купили уже. То есть за них уже заплачены деньги. Вот такие вот бочоночки такие ходячие. Это вот все молодые. Здесь щищаки в основном. Вот посмотрите. Вот только вот я вижу два. Два чури, а не три. А остальные вот щищаки они все. Три чури. И остальные чури, это в смысле старше двух лет. А вот в таких вот зарослях, видите, здесь и борщевик есть, и все. То есть для них ничего не помеха. Идут в такой вот замечательной обстановочке. Классно выглядит все это, конечно же. Но это вот уже происходит. Вот это вот здесь пересчитали, отбили, выбрали. Замечательные овцы, конечно же. Ну, посмотрите. Вот так вот должны выглядеть настоящие гесарские овцы. Вот это вот эталон породы. Здесь в основном все элитные. Первый класс или элита. Потому что в аватарах Моджимирзу Карима и Зорохимова постоянно происходит бонетировка. То есть вот никчемные либо остаются на мясо, их потом режут. Либо их просто прозовито уже в заниженном цене. А вот элита стоит, конечно же, других совсем денег. Это уже, видите, лесочек, это уже спустились. Получается вниз, вот этих овец перегнали уже вниз. Вот здесь вот есть старая мельница. Это рядом с селением Арху. Тоже живописные места прекрасные. Постоянно вот происходит вот подсчет. Обязательно считают овец. Потому что вот в такой лесистой местности потерять овцу очень даже легко. Мы видим, что здесь вот хоз нет. А здесь в основном идут вот бараны. Такие замечательные овцы. Не перестаешь наслаждаться вот этими видами. Замечательно это все выглядит, конечно. Особенно, когда поголовье такое ровное и все качественное, породное. И это всего лишь навсего. Вот если сегодня считать, что делаю я репортаж 3 июня, то это вот конец мая снимали, ребята. И уже так они лоснятся. Ну, в этом вы сами можете убедиться, потому что многие, глядя наше видео и сами разводя овец, уже давно стали со специалистами, разбираются в овцах, понимают, что эта овца должна быть гармонично, красивая, прекрасная. А не так, чтобы как будто бы все у нее отдельно составлено из разных животных. Бывает голова как у лошади. Курдюк висит где-то между ног. Тело несуразное. Вот. И потом это показываешь, где-то на видео смотришь и думаешь, ну, все понятно, конечно же. Ну, а где гармония хотя бы даже. Вот. Потому что, конечно же, гармоничность – это еще один из породных качеств или признаков этой породы. Потому что, как выглядит кисарская овца, конечно же, редко другая порода так выглядит красиво. Вот, посмотрите, это мы видим на фоне живой природы, на фоне гор, где пасутся вот такие отары. И таких отар ни одна, ни две. В одной семье только четыре. В одном селении Сулдион только 13-14 таких отар. Я знаю, что отар таких множество, очень много. Тысячи и тысячи вот таких вот отар чистопородных гисаров. Это и Годжи Низом, это и Годжи Раджаб, это и Годжи Джалол, и Годжи Исмуил, Годжи Ибруим. И здесь перечислять, конечно же, заслуги есть. И Джумалахай, и его овцы. Очень много людей, которые в свое время внесли огромный вклад в становление породы, в ее сохранении. Вот. И вспомним героя социалистического труда Баба Колонова. Конечно же, огромная заслуга и Годжи Мирзукарима, и Мирзу Рахимова. Вот скоро будет издаваться книга профессора Рахимова, в которой будет посвящена целая глава, как раз вот корифеям породы, в том числе и Мирзукариму, Мирзу Рахимову посвящаться будет это. И вот на ближайшее время будет международная конференция, на которой тоже вот будет, как говорится, сказано много добрых слов в адрес знаменитых в прошлом гессароводов, заслуженных. И они внесли огромный вклад вот в то, что мы сегодня имеем возможность наблюдать за такой красотой воочию. И в свое время ходили слушатели всякие, распространялись бредни, что гессарская овца исчезла в Таджикистане и так далее. Но вот наши видео, наши репортажи, это живое доказательство того, что это все ложь и, как говорится, домыслы. На самом деле и в Таджикистане, и в Узбекистане гессароводство никуда не исчезло, оно существует. Гессарские овцы в отличных кондициях есть. Вот этому, как говорится, реальное физическое подтверждение. Вот такие вот заросли мы видим. Просто, как говорится, теряешься в таких зарослях. Представьте, все время нужно следить за овцами. Их же здесь не 10, не 15, даже не 100. Здесь их множество. В Атаре примерно всегда до 1000 овец. А в крупных Атарах полторы-две тысячи. Мы знаем, что у вузунских овцеводов, у них в Атарах бывает до 3-5 тысяч овец. И вот представьте себе, вот в таких вот зарослях разыскивать овец. Для этого, конечно же, нужна собака, среднезиатская овчарка. Она, как говорится, не только защитница. Она помогает вот и в том, чтобы овцы не потерялись. Мы знаем много примеров, когда собаки вот ложились рядом с потерявшейся овцой и ждали, когда придут чабаны. Бывает, что вот овца окатилась, и тогда вот собаки ложатся рядом с ягненком, с его мамой, и ждут, когда их придут искать. Иногда и подгоняют, сами ведут за собой овцу. Ну вот, эти вот кадры. Видео пока получилось немножко долговатое, потому что вот здесь вот Абдурахман как уйдет, вот здесь связи нет. Здесь с внешним миром никакой вот связи нет. Если подняться высоко под перевал, там в одном месте есть, как говорится, точка, где ловит связь. Ну, оттуда, конечно, интернетом не пошлешь. Поэтому вот он снимает, и то, что снимает, потом вот нам присылает. И вот мы вместе с вами одновременно видим вот эти вот кадры благодаря нашим внештатным корреспондентам на полях, которые присылают. И алхамдулло, спасибо им большое за то, что вот мы видим вот эту вот красоту воочию, как говорится. Это как живой эфир. Вот посмотрите, какие длинные, широкие овцы, какие ровные у них курдюки. Это все молодые овцы. Вот посмотрите. Какого ни возьми, элита. Правильные формы курдюков, вы здесь не видите. Есть, я заметил там пару штук с рожками. Ну, по новому стандарту, который озвучивает профессор Арахимов, вообще, то есть, должны быть камолами эти овцы. То есть, абсолютно без рогов. Ну, вот гистероводы на местах, вот они допускают, и по старому стандарту тоже допускалось, до 5 сантиметров зачатки рогов разрешались. Вот, и поэтому, как говорится, они иногда присутствуют. А вот здесь мы видим, вот овец, которых выбрали на покупку, которых купили. Вот они здесь находятся. Это уже дом покойного у Джиммера Зукарима и Зурахимова. Без него он, конечно, выглядит пустым. Все время сердце крови обливается, потому что нету рядом нашего замечательного учителя. Вот. К сожалению, огромному. Ну, иншаллах, он находится в раю, потому что он сделал очень много благого и для людей, и для сохранения породы гистарской. Вот. А вот здесь вот мы видим воочию, это уже вот, как говорится, вон там место, где мы все время сидели с уважаемым Годжи. Вот там дальше видна мечеть его. А вот это вот овцы, которых отобрали покупатели, которые, видимо, поднимались тоже в горы. Как говорится, история, я не знаю. Но вот здесь также есть овцы, которых привезли на праздник, чтобы резать. Вот. Найди хорбон. Это вот все пойдет в зависимости от того, сколько хотят пожертвовать. Это вот, как говорится, то, что будут жертвовать сыновья Моджи Мезукарима и Зурахимова. Здесь и ягнята есть, и на выбор, в общем. В соответствии с нормами ислама, там в зависимости от дохода должны быть, как говорится, должна быть принесена жертва. Поэтому я считаю, что вот нужно пожелать бараката, удачи, успехов всем этим ребятам. И также вам, мирного неба над головою. И пусть Аллах дарует вам счастье за ваш честный и чистый труд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok